Здравствуйте дорогие мастерицы! С вами Ольга Иванова. Сегодня я покажу как украсить кошелек цветком канзаши. Для этого нам потребуется атласная лента черная шириной 5 сантиметров, которую мы должны нарезать на квадраты. Нам потребуется 18-19 штук. Берем паяльник, прикладываем к нашей ленте, которую мы сложили вдвое, изнаночной стороной вовнутрь, линейку, пилочку или пинцетти и проводим паяльником. Далее я покажу, как сделать точно такой же лепесток с помощью зажигалки, но именно с помощью паяльника можно получить прочный хороший спайл. Этого цветочка будет очень хорошо держаться. Теперь берем наш лепесточек и загибаем его вниз, его краешки внизу. Вправый влево, на черном фоне, на черных цветах очень плохо видно, и левый вправый. Если что-то будет непонятно, пишите в комментариях, я все объясню. Обрезаем ножничками и оплавляем зажигалкой. Итак, наш лепесточек готов. Теперь то же самое сделаем с помощью зажигалки. Берем такой же квадратик, складываем его пополам изнанкой внутрь, обрезаем. У этого цветочка я хотела сделать очень остренькие лепестки, поэтому обрезаю практически середину лепестки. Зажимаем пинцетом и долго хорошо оплавляем, чтобы края нашего лепестка хорошо соединились. Итак, мы скрепили наш лепесток и теперь нам осталось сложить его вниз. Опять же, правую сторону влево загибаем, а левую вниз. Хочу ответить, что этот цветок вы вполне можете сделать из ленты шириной 2,5 см. Итак, наши лепестки готовы. Далее нам потребуются граненые бусины. Это хрустальные бусинки. С их помощью я буду делать серединку для нашего цветочка. Вы видите, я показываю. Берем золотую проволоку. Ее диаметр 0,4 мм. Отрезаем небольшой кусочек. Если у вас нет проволоки, вы можете это сделать с помощью лески. Вы уже будете не накручивать бусинку на проволоку, а просто можно вшить эту бусинку через украшение, пришить к фетру и будет точно так же хорошо держаться. У меня проволока была, поэтому я использовалась этим вариантом. Итак, накрутили бусинку на проволоку, вставили в наше украшение, в наш конус. Лишнее раскрутили, чтобы бусинка не торчала. И потом мы будем вставлять в серединку все три наши украшения. Из бусинок меньшего размера мы сделаем вот такие красивые заготовочки. Берем три маленькие черные бусинки, их диаметр примерно 0,4-0,5 мм, если я не ошибаюсь. Накручиваем их на проволоку. Так, одна заготовка готова, нам потребуется 5 штук. Далее берем фетр диаметром 3 мм и начинаем приклеивать наши лепесточки. Первый ряд. Шесть лепестков. Клеим рядом друг с другом. Итак, вот наш первый ряд. Далее начинаем клеить второй ряд в шахматном порядке. Практически не сдвигая листочек в центр. Также клеим шесть лепестков. Вот что у нас получается. Третий ряд. Уже просто вклеиваем лепестки. Просто рядышком друг к другу, внахлёст приклеиваем лепестки. Можно шесть вклеить. Если вы сможете аккуратно, то можно делать, чтобы было попышнее и семь лепестков. Это уже как у вас получится. Итак, третий ряд готов. Третий ряд 6-7 штук. Что еще хочу сказать. Если у вас останутся лишние лепестки, то вы можете приклеить их снизу. Далее берем иголку и делаем дырочки для наших украшений. Наши бусинки, которые мы продевали в конусе, мы будем вставлять в эти дырочки. Хорошенько поделаем дырку иголкой. Берем одно украшение, одну нашу заготовочку и вставляем нашу проволоку в дырку. С изнаночной стороны мы расправим нашу проволочку в разные стороны и обрежем не нужные сантиметры. Когда будете обрезать проволоку, ориентируйтесь на фетровую основу, чтобы проволока не выглядывала за ее пределами. Итак, наш цветочек практически готов. Вот его изнаночка. Мы расправили проволоку и обрезали. Теперь в центр нашего украшения я капаю немножечко горячего клея. Конечно, будет идеально, если цвет этого клея был черным, так как наш цветок сам черный. Но если у вас его нет, то уже мы будем пользоваться белым клеем. Используйте его аккуратно. Далее берем наши заготовочки с бусинками меньшего размера. Их можно скрутить между собой немножко, либо капнуть чуть-чуть клеем. И теперь мы приклеим их к нашему цветку в том месте, которое вам покажется наиболее подходящим. И так вклеиваем. Обрезаем лишнее, если вы этого не сделали в начале. И заклеиваем с изнанки наш цветочек, чтобы все было аккуратно. Фетровая основа чуть больше той, что была у нас в начале. То есть у нас было три сантиметра. Значит заклеивать мы будем основой три с половиной четыре сантиметра. И так намосим клей на наш цветочек на изнанку нашего цветка. И заклеиваем ветровой основе. Вот такой цветочек у нас получается. Вы можете использовать его в качестве брошки, в качестве заколки автомат. Я решила его прикрепить на кошелек. Если бы мой кошелек был чисто черным и не было бы металлического украшения, я бы прикрепила его чуть выше. Вот так как нам надо прикрыть наше украшение, я расположила его вот следующим образом. Наношу на фетр клей и приклеиваю к нашему кошельку. Итак, наш кошелек готов. Надеюсь это видео оказалось вам полезным. Не забывайте его комментировать и ставить свои оценки. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok